Отходы деревообработки как материал для творчества. В Наринмаре в эти дни работает сборная Тайбалы. Ребята создают удивительные объекты в стиле ленд-арт. Его особенность в самобытности, нестандартном самовыражении и постоянном творческом развитии. Путешествуя по миру, авторы оставляют после себя неповторимый след, который гармонично вписывается в природу и заставляет взглянуть на привычные вещи свежим взглядом. Вот этот кусок дерева, так называемый горбыль, обычно никак не используют, просто выбрасывают. Но креативные ребята нашли ему более достойное применение и изготавливают вот такие арт-объекты. Арт-объекты из природных материалов – отличительная особенность современного искусства ленд-арт. Для нашего региона это направление достаточно новое, но широко известное за его пределами. Одним из первых с экологическим искусством нас знакомит сборная Тайбалы. Команда единомышленников образовалась в 2012 году. Год спустя ребята начали путешествовать по миру, оставляя после себя неповторимый след, доказывая, искусство может гармонично вписываться в окружающую среду. Кинозерский национальный парк, там два больших у нас проекта. Потом мы много работали в Северной Норвегии. Это город Киркинес, это город Мушен, это город Вардио. Работали совсем недавно на фестивале «Дикая мята», один из самых крупных фестивалей в России. Вот это в Тульской области. Есть наш след и в Сочи на фестивале молодежи студентов, всемирном фестивале в Олимпийском парке. В Хантамансийске Александр Менухов, наш главный художник, расписывал стены. В Польше он работал и так далее. Вот в апреле мы в качестве участников арт-резиденции с Александром раскрашивали стены древней деревни итальянской на острове Сицилии, Джамплиери Супериори. То есть, то был стрит-арт, ну, искусство на улицах, мы там расписывали стены. Творчество северодлинских мастеров заинтересовало Сергея Уварова. Председатель регионального общества краеведов предложил ребятам поучаствовать в создании арт-объектов для Большой Пустозерской тропы. Это экологический маршрут, протяженность которого около 10 километров. Мы считаем, что это будет очень интересный маршрут для всех тех, кто любит природу, для тех, кто любит историю. Мы на этом маршруте хотим отразить все интересные природные объекты, природные ландшафты. Реализация этого проекта осуществляется на средства президентского гранта и при финансовой поддержке загруженного бюджета. По замыслу разработчиков проекта, все это позволит развивать туризм в регионе. Создание вот этих арт-объектов – это только самое-самое начало. Перед этим у нас были ребята из экоцентра-заповедники из Москвы, которые приезжали, ездили на территорию, там жили четыре дня. Они делают концепцию развития вот этой тропы, то есть делают ее логичной, чтобы были места стоянки, где вот расставить необходимые арт-объекты. То есть вот эту информацию они как бы обрабатывают и делают ее целиковой, для того, чтобы человек, который посещает эту тропу, он был со всех сторон, как бы чувствовал себя защищенным, со всех сторон он получил максимум той информации, которая на ней находится. Первые два арт-объекта «Лоси-медведь» для большой пустозерской тропы почти готовы. В творческом процессе задействованы волонтеры из округа. Ребята выполняют посильную работу. И они нам помогают. И таким образом мы приобщаем их вот к этому процессу, для того, чтобы, может быть, среди них появились те юные ребята, которые в будущем станут мастерами, которые живут вот именно здесь, в Наринмаре, в Ненецком автономном округе, которые будут создавать какие-то, может быть, истории в будущем уже у нас в городе или в округе вообще в целом. Всего планируется создать семь деревянных скульптур. По данным музея-заповедника, пустозерск, тропа вместе с композициями, которые установят по пути следования, не нарушит ландшафт местности. В целом объект будет демонстрировать культурное и природное наследие жителям и гостям Ненецкого округа. На данный момент самое сложное – это успеть вовремя, потому что как-то так получилось, что на этот сезон у нас очень много работы и мы всегда имеем меньше времени, чем это ни было. Это каждый раз по-разному, то есть в чём интерес этой работы. Ну, не бывает одинаковых проектов никогда. Поэтому каждый раз по-новому, каждый раз по-разному. Здесь, например, мы построим скульптуры из горбыля в Наринмаре, но потом мы их понтоном будем отправлять на место бывшего пустозерска и на месте устанавливать. Если погода будет нам боговолить, всё будет быстро и без шума и пыли. Если подует неправильный ветер, то будет опять какой-то вызов, опять какие-то приключения. Увидеть результат творчества северодвинских мастеров все желающие смогут уже в конце следующей недели в Пустозерске, ориентировочно 13 июля. Мы будем следить за развитием событий.